Начинаем расширенный технико-экономический вебинар, который идет следом за вводным технико-экономическим вебинаром для новичков. То есть задачей вводного технико-экономического вебинара является простое, доступное донесение информации. То есть мы не пытаемся говорить сложными словами, максимально доступно объяснить о проекте. И, пожалуйста, господа новички, запомните, пожалуйста, опросник. Если вы перешли с прошлого вводного общего технико-экономического вебинара на расширенный, на данный, то ответьте, пожалуйста, в данном опроснике. То есть присутствовало в районе пяти новичков. И, пожалуйста, ответьте на опросник, что да, перешли. И, соответственно, мы будем понимать, сколько новичков перешло на данный технико-экономический, расширенный уже вебинар. То есть давайте, пожалуйста, проголосуем. Так, со звуком сейчас все хорошо? А, опрос не начат. Я думаю, почему не голосует народ? Да, пожалуйста, сейчас проголосуйте. Возникло удивление, я вам скажу, что народ не перешел, потому что это... Ну, вот, видите, как обычно, статистика примерно 90-100%. И сегодняшний вебинар расширенный проведем мы втроем. То есть я, Суходов Алексей, Лариса Артамонова и Сергей Анатольевич включатся буквально на несколько, так скажем, минуток, чтобы рассказать о текущих новостях, так как сегодня в очередной раз очень важная встреча. И режим тех, кто наиболее активно развивает SkyWay, каждый из тех, кто это делает, абсолютно меня понимает. Это режим круглосуточного вообще времени, строй SkyWay, спасай планету, спасай Россию, спасай свою страну. Потому что на сегодняшний день мы находимся на пороге таких событий, которые Анатолий Эдуардович Уницкий ждал более 30 лет, Сергей Анатольевич Сибиряков ждал более 15 лет. Ну и, соответственно, основной темой, я думаю, что всем вам прекрасно понятно, будет являться освещение того, что мы прошли экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации, что да, действительно, наша технология была признана инновационной. И почему, что для нас это несет, какие аспекты, об этом сегодня мы пообщаемся над расширенным технико-экономическим вебинаром. И Сергей Анатольевич, естественно, со своей точки зрения уже и со своих поездок расскажет о конференциях в Красноярске. То есть я, к сожалению, на ней присутствовать не смог, по здоровью. Но с удовольствием, так скажем, могу вам проанонсировать, что на следующих конференциях буду присутствовать, так как вылечился наконец-то. И давайте, пожалуйста, еще один вопросник для тех, кто вообще присутствует первый, второй, пятый и более раз на расширенном технико-экономическом вебинаре SkyWay тоже для понимания. Потому что основная часть народа входит пятый и более раз на расширенные, кто-то второй, чтобы разобраться информацией. Ну и, соответственно, здесь уже мы говорим по конкретным тематикам, уже не вводную часть, а уже обсуждение, сравнение с конкурентами, обсуждение адресных проектов. На этих выходных Сергей Анатольевич провел конференцию от головной компании SkyWay Capital. К сожалению, остальные направления, которые финансируют технологии SkyWay, не участвовали в данной конференции. Но конференция собрала более 200 человек. Очень живая, интересная была конференция. И о ней уже непосредственно Сергей Анатольевич Сибиряков расскажет свое мнение. Но одно я могу сказать, что 200 человек присутствовало. Следующая конференция ставится целью 500 человек и более. Ну и, соответственно, это естественная логика развития конференции. То есть третья конференция уже будет тысяч человек и более. Пока Сергей Анатольевич подключается, я хотел бы вообще сказать свое мнение по поводу того, что произошло и насколько грандиозное событие. Многие даже не осознают вот те упоминания в протоколе, что наша технология была признана инновационной. На самом деле, в прошлые годы развития проекта Российская Академия Наук признала технологию эффективной, дееспособной, так скажем. И как раз таки Министерство транспорта не признавало до последнего технологию. И данная встреча была организована, так скажем, за полгода примерно. Это все началось с обращения лично Анатолия Эдуардовича Юницкого. И, соответственно, был проделан огромный, так скажем, объем работ при подготовке к данной конференции. Естественно, презентация и в общем доступе она появится в ближайшей неделе. Каждый из нас с вами сможет пользоваться этим мощным инструментом, который убедил экспертный совет. При Министерстве транспорта Российской Федерации признать действительно технологию инновационной, признать действительно технологию конкурентно способной. И, друзья, я думаю, что эта новость заставит всех активистов еще больше, еще сильнее, еще быстрее развивать проект. Потому что это действительно супер новость. Если кто-то не понимает, я могу сказать, что вот это небольшое упоминание в протоколе экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации говорит о том, что я не могу пока разглашать эти проекты, но уже буквально после этого оповещения стали обращаться сами в головную компанию определенной организации. То есть тот, кто развивает города нового поколения, тот, кто развивает свои технопарки, тот, кто закладывает развитие городского пассажирского транспорта, грузового, уже как крупные акционеры, будущие, естественно, как крупные чиновники, крупные потенциальные инвесторы, они уже обращаются после этого обращения. И это упоминание о нас, что мы действительно признаны, что Россия признала, оно говорит о многом. То есть это настолько ускоряет процесс, дамы и господа, что вообще даже мы себе представить не можем. И на самом деле сейчас работа головной компании сводится, я думаю, что обязательно она будет сводиться к тому, чем и должна заниматься головная компания. Она не должна искать заказы, заказчики сами должны идти, потому что наша технология эффективная, перспективная, конкурентно способная. Наша технология при текущих законах физики, при использовании текущих материалов является наиболее эффективной и наиболее, так скажем, конкурентно способной технологией на сегодняшний день. Это признали на уровне экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации. Я думаю, что вообще сведение информации к минимуму может получиться при информировании новичка. То есть, если вы говорите о том, что, допустим, вы рекомендуете войти в этот проект, это все хорошо. Вас знают как именно человека, который развивает этот проект, возможно, как знакомого. Но когда вы говорите, что экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации признала технологию инновационной, человек говорит, я не верю. Вы скидываете ссылку, либо вы показываете распечатанную, заготовленную бумагу, что да, действительно в протоколе экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации это упоминание есть. И за это упоминание многие корпорации выкладывают десятки миллиардов долларов, чтобы это просто появилось. Мы же это заслуженно получили благодаря нас с вами всем, благодаря нашим стараниям, благодаря народной схеме инвестирования, благодаря тому вектору развития, который Анатолий Эдуардович Юницкий в свое время принял и не ошибся. Рискнул и победил. И многие решения, которые Анатолий Эдуардович Юницкий сегодня принимает, они заставляют говорить о том, что, друзья, мы действительно участвуем в колоссально прибыльном будущем проекте, в ближайшем будущем. Не какие-то 10-15 лет, а это время может даже сократиться. И то, что позиционировалось в 2017-2018 год, все произойдет гораздо раньше. И предпосылками, началом к этому является как раз-таки получением народного признания на уровне Российской Федерации в виде заключения экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. И, друзья, пожалуйста, прочувствуйте в первую очередь эту новость и передайте ее всем знакомым и незнакомым, те, кто является наблюдателями Skyway, те, кто не знает о Skyway, потому что эта новость меняет очень многое. Я уже не говорю о тех новостях, которые на сегодняшний день закрыты, но которые позволяют говорить, что, скорее всего, в 2016 году возможность финансирования и получения долей корневой компании будет закрыта. Но, друзья, то, что признала Министерство транспорта Российской Федерации, непосредственно экспертный совет, то, что крупнейшая консалтинговая компания Австралии признала также технологию перспективной, это говорит о многом. Это говорит о том, что мы действительно с вами занимаемся стоящими вещами и что действительно мы занимаемся созданием нового колоссального перспективного рынка, будущего триллионного рынка, который произойдет потенциал нефтяной индустрии. И это понимает современные крупные венчурные фонды, которые присматриваются и многие из них уже присмотрелись и начался процесс уже налаживания отношений, чтобы когда-то через полгода мы также вам объявили, что, допустим, тот или иной венчурный фонд входит в финансирование компании. И это будет такая же, но еще более грандиозная новость, как сегодня подтверждение, что технология Skyway принята на экспертном совете Российской Федерации при Министерстве транспорта. Это не вебинар для новичков, это уже новости, это уже расширенное видение именно тех рубежей, которые мы преодолели и того, что мы достигаем здесь сейчас. Ну и сейчас я предлагаю передать слово Ларисе Артамоновой, либо Сибирякову Сергею Анатольевичу, потому что я, в свою очередь, отправляюсь готовиться к следующему вебинару, то есть уже для другого направления. У нас есть несколько фондов, которые развивают направление Skyway и, соответственно, популярность растет. Но давайте все вместе с Вами учиться максимально доходчиво, кратко, емко и просто, самое главное, доносить информацию, потому что Вы не представляете, какой потенциал Сибири мы с Вами имеем возможность создать. Это будут миллионы людей уже до конца 2016 года. Правда, Лариса? Да, да. Вы знаете, безграничная благодарность, Леша, за такую подробную информацию. Только хотел сказать, очень надеюсь увидеть Сережу Сибирякова, как он тут, как тут. Сереж, я пока включусь, потому что люди ждут новой информации по конференции Красноярской. Все заинтересованы, узнают, какие были новости. Какая у тебя сегодня знаковая встреча будет у нас без конца со всякими морковками, волшебным перебносом. Поэтому давай, раскрывай карты. Я пока отключусь, подключусь попозже. Да, я буквально тоже так. Слышно, видно, как, друзья? Ага, отлично, отлично. Так, все. Я буквально, друзья, на несколько минут, потому что я сейчас в двух таких ипостасиях. И как раз у нас буквально через час там будет связь с партнерами. Антон Дуарович с Минска, Виктор Бабурин. То есть идет активная такая работа уже по непосредственному продвижению ряда направлений. Вот. И это работа, которая сейчас, ну, скажем так, сопровождает именно... Вот Алексей очень подробно начал говорить про заключение, которое сейчас прошло инновационным тоже. Я сейчас там интересно смотрел, что там многие начали задавать вопросы. А что там такого, что прочитали протокол и, соответственно, не увидели вообще здесь ничего неинтересного, не такого важного, которое можно было сказать. Но это, друзья, особенно Юницкого это удивило и меня тоже. Понимаете, когда общаешься десятки лет с министерствами, тебя не замечают. Более того, говорят, что Юницкий не знает физику, а мы с вами все занимаемся детским лепетом. И после этого по определенной работе экспертный совет говорит, нет, все-таки такая технология, первое, она есть. И второе, что ее можно считать инновационной и способной к применению. То есть то, что она может быть внедрена и дальше пойдет сейчас целая череда направлений, где технология будет рассматриваться, где она будет применяться. Поэтому это, друзья, однозначно очень серьезно. Почему Юницкий, вот буквально вчера, позавчера вышло его комментарии вместе с Виктором Баборином. Почему очень важно, так сказать, потому что, друзья, это результат огромнейшей работы. Просто естественно, что ее может оценить и признать прежде всего. Это как сам Юницкий, потом вся команда, которая понимает эту ценность. Почему было очень такое серьезное ликование. И почему многим со стороны это непонятно. То есть это для нас с вами, друзья, что мы с вами занимаемся продвижением технологий, мы занимаемся развитием компаний, мы занимаемся строительством адресных проектов. А реально вот ни Министерства транспорта, ни правительства мы, друзья, еще не существовали. Нас еще не было в природе. И вот только этим протоколом сказали, что, знаете, что, друзья, они есть, они существуют, они инновационные и они готовы к внедрению. Поэтому, друзья, это очень важно. Но опять же, не сама цель сейчас получения этого протокола, друзья, это прежде всего доказательная база для инвесторов. И мы показываем, что мы работаем, нас признают, мы двигаемся. Но, друзья, самая доказательная база является и самый основной момент. То, что после этого и параллельно с этим сразу стали подключаться и выходить уже реальные крупные инвесторы, которые действительно следят, действительно смотрят. И это еще один из аргументов. А тут, видите, вот как Алексей тоже сказал, несколько факторов, которые накладываются. Вышло заключение экспертной консалтинговой крупнейшей компании Австралии. Австралия – это, естественно, большая работа и заслуга рода Хука, который стал нашим сегодня уже и партнером, и союзником, и тем, кто продвигает проекты. Выходит сегодня признание Министерства транспорта, экспертного совета. И, соответственно, это все ложится в одну копилку. И сегодня, естественно, для нас, друзья, самое признание – это инвестиции. И сегодня я могу сказать, что уже приходят люди, лично я веду уже работу с крупными инвесторами, крупные – это пока относительно, это в нашей краудинвестинговой системе, но, друзья, уже появились инвесторы на сотни тысяч долларов. И они приходят и уже обсуждают условия, и они, ряд из них уже начали инвестировать. И здесь я могу сказать, что это, друзья, не пустые слова. А если раньше мы работали с большим количеством мелких инвесторов, которые инвестируют для себя небольшие, но очень важные для всего проекта, то сейчас, друзья, счет выходит уже на сотни и сотни тысяч. А те фонды, с кем мы сейчас начинаем работать уже по конкретным проектам и по конкретным трассам, речь уже идет совсем о других порядках цифр. Естественно, что пока мы можем сказать, что эта работа ведется, она обязательно вам будет наведена и сказана, но это всему свое время. И здесь, как было на конференции 25 октября, когда Юницкий говорил, что благодаря вам, инвесторам, с кем мы ведем работу, это сегодня стало возможным. Также на экспертном совете, только когда увидели стройку, конструкторское бюро, инженерную проработку, только после этого отрицать это было невозможно. А я вам еще могу сказать, что это была очень жесткая работа, очень жесткая конкуренция, потому что там были другие технологии, там были другие экспертные организации, которые лоббировали свои, соответственно, технологии. И то, что Юницкий с Бабуриным выдержали, сделали, прошли, это, естественно, друзья, очень большой результат. И это наша общая победа. И как результат этой победы, друзья, это сразу появление крупных инвесторов, которые готовы играть уже в такие длинные, серьезные проекты. И это только начало, друзья. Это только начало. Вот поэтому я могу сказать, что 2016 год, как мы и говорили, как вы в начале года с вами обсуждали, обсуждали, что 2015 год это было появление года SkyWay, 2016 год это становление, это появление крупных игроков и, соответственно, появление очень серьезных проектов. Ну а дальше, друзья, будет только развитие и только все новое и новое развитие и все новое и новое включение орбиты SkyWay. Поэтому здесь, вот я могу сказать, что вчера прилетел с Красноярска. Большое спасибо ребятам, которые там работают, делают в Красноярске. Уже сформировалась очень интересная команда. Мы с учетом того, что у меня там есть контакты очень хорошие на уровне крупного бизнеса, мы тоже проводили переговоры на уровне администрации, то есть и сам губернатор, и вице-губернатор, и там министры, связанные с транспортом, с туризмом. Это все очень такие близкие, хорошие друзья. Мы наметили сейчас ряд проектов, и Красноярск, я думаю, что так как SkyWay вообще сыграл, Красноярск в деле SkyWay сыграл очень серьезную вещь, потому что в свое время Александр Иван Шлебедь, будучи губернатором Красноярского края, активно продвигал этот проект, и с него началось вот именно становление и именно демонстрационной базы SkyWay. И сегодня то, что опять же с таким стечением обстоятельств и губернатор, и команда, которые сегодня в Красноярске, все активно движется. Поэтому мы, наверное, будем раз в два месяца проводить такие конференции. Я взял на себя обязательства именно по Красноярску. Но я думаю, что такие же конференции будем проводить и в Новосибирске. А сейчас у нас готовится целый-целый цикл, начиная от Дальнего Востока, от Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бибиджана. И мы проведем вот за ближайшие полгода во всех этих регионах конференции. Во всех будет это очень важное, знаковое событие. Поэтому, друзья, давайте работать, подключаться, смотреть, активно продвигать в массы и с научной точки зрения этот проект. Потому что то, что мы сегодня имеем в руках, друзья, это уже настолько значимо и настолько важно, что сейчас будет набирать обороты и через некоторое время у нас уже будет один аргумент. Если вы не приходите, друзья, вы очень много теряете. И это действительно так. И самое очевидное, друзья, что буквально в 3-4 месяца, когда это станет очевидным всем, для нас, друзья, это уже будет огромная проделанная работа. Поэтому не теряйте времени, не теряйте оптимизма. Соответственно, давайте двигаться, давайте делать. И все, кто сегодня будут приходить в проект, поверьте абсолютно, это только люди, которые потом вам скажут очень большое спасибо. И то, что вы смогли убедить, то, что вы смогли показать интерес этого проекта. И так же, как вот сегодня, некоторые люди говорят, что спасибо за то, что пришли в проект. Кто 5 лет назад, кто 8 лет назад, кто 10 лет назад. Вот, потому что сегодня мы выходим и подходим реально к серьезным результатам. Мы реально подходим к сегодня, к такому широкомасштабному запуску. И поэтому сейчас, друзья, те возможности, которые есть, они будут все более и более сокращаться. И поэтому рассказывайте, показывайте. И это, друзья, ваш и личный бизнес, потому что мы на этом все, формируя инвестиционный пакет и получаете венчурные премии, которые сегодня зашиты в дискаунтах. Это, друзья, та работа, которая сейчас активно делается. И могу сказать, что вот как Алексей уже до меня сказал такую вещь, что в 2016 году, скорее всего, краудинвестинг в том плане будет закрыт, и вход в корневую технологию будет закрыт, потому что мы с вами основную задачу выполним. И это перейдет уже на плечи финансирования крупных заказчиков, крупных игроков, крупных фондов. И это, друзья, естественно, что у такого проекта должны быть такие игроки. Но наша роль с вами при этом останется. Мы будем дальше двигать. У нас еще будет огромное количество адресных проектов. У нас будет огромное количество еще очень интересных предложений, которые мы будем вам предлагать. Поэтому, друзья, эта работа, которая сейчас началась, она всерьез и надолго. Поэтому то, что сегодня я пробегом за крайний месяц первый раз веду вебинар из своего кабинета, и то сейчас, друзья, заканчиваю и бегу в следующий вебинар, который мы с Алексеем будем вести через час, через полтора, у меня еще будет параллельно уже из офиса, скажем так, наших партнеров, и там будет как раз у меня очень серьезные переговоры с Анатолием Дуаровичем. Поэтому здесь этот процесс активно идет. И я вам могу сказать, что очень многие вебинары, которые мы будем вести, мы с Алексеем будем вести уже теперь из разных точек, и не только страны, но и точек планеты, потому что этот процесс пошел. И я могу сказать, что, друзья, это очень и очень радует. И это достойный результат, который мы с вами получили. И, соответственно, это новые горизонты, которые открылись, они именно благодаря той кропотливой работе, которую мы с вами делали, делаем и, соответственно, будем делать дальше. Поэтому на этом я с вами прощаюсь, друзья. Передаю слово Ларисе Хартамоновой, а я, друзья, тогда с вашего позволения побежал дальше. Спасибо за внимание. Огромная благодарность Сергею, огромная благодарность Алексею. Мы с вами остаемся. У нас буквально 15-20 минут. Все, что могли сказать коллеги, они уже сказали. На что хочу обратить сейчас внимание я. Первое, что оказалось, вот ажиотаж, который начался не до конца мне понятный, он привел к тому, что огромное количество инвесторов, я сейчас говорю и конкретно о студентах Академии Макросознания, у нас там прям целая ветвь инвесторов, и тех людей, кто знает мои скайпы, начали писать и задавать вопросы. Лариса, новички, причем новички, такие вопросы задают новички. Лариса, а вот можно я возьму кредит, потому что тут сейчас все заканчивается, пакеты заканчиваются, завтра краудинвестинг закрывается. Сейчас такие роскошные, уникальные предложения. Я возьму кредит и, значит, подпишусь на все, что можно. Вы знаете, мой ответ всегда – нет, нет и нет. Это настолько неуместно. То есть быть акционером такой компании – это скоро будет почетно, для вас уже это престижно. И да, акции будут в цене расти, они на сегодня уже растут в цене с каждым днем, с каждым часом и с каждым мигом. И я вновь хочу сделать акцент для всех инвесторов на то, какой уникальной возможности вам предоставлены здесь, и где в других акционерных обществах их не существует. Допустим, если вы начнете покупать акции Alibaba, Gazprom, Microsoft или кого-то, вы должны просто взять и купить, надеясь, что завтра они повысятся в цене. Здесь у вас уникальнейшая возможность приглашать других людей, и благодаря тому, что у вас есть внутри ваши бонусные счета, если у кого-то отсутствуют финансы, и вы заинтересованы в том, чтобы расширять эту технологию, никто сейчас не ставит вопрос о том, что мы вот всем махромо стопроцентно пришли что-то заработать сейчас для себя. У нас у всех основная первоначальная импульс до поддержать технологию. И вдруг, когда мы во время этой поддержки зашли в личный кабинет и увидели, что оказывается на данном сегодняшнем этапе компания предоставляет редчайшую возможность заработать уже сейчас, и мы видим, что у нас очень многие инвесторы на сегодняшний день зарабатывают очень хорошие дивиденды, еще даже нет речи о том, что акции начнут продаваться. И я уверяю, мы просто как бы эта информация такая внутренняя, но все же у нас огромное количество консультантов, инвесторов, лидеров, мастеров, экспертов, которые на сегодня получают доход, о котором вот там за окном даже не приходится мечтать. Поэтому для всех новичков забудьте слово кредит, как совершенно неуместно в данном контексте и в данной компании возьмите на себя ответственность, пригласить лучше нескольких людей, заинтересовать, помочь людям узнать об этой речайшей возможности. Что хочу сегодня предложить вам я, и чтобы вы посмотрели, какие у нас новые уникальные пакеты сейчас сводятся, как бы у нас отделы IT обещают, что они будут включены уже сегодня. Поэтому я вам их покажу. Мне дали такое разрешение, я имею возможность показать вам, что сейчас будет добавлено и куда мы движемся. Прежде чем я вам покажу, я хочу ответить на несколько вопросов. В чем сегодня роль нас в двух словах? Процесс пошел. Так, правда ли, что будет выплатить в это дивидендов через полгода кредит, по сути, неприемлемый, в принципе, абсолютно, абсолютно, потому что вы, еще раз возвращаясь к кредиту, чтобы эту тему закрыть, потому что это совершенно неуместный подход к подобным отношениям. Дивиденды пойдут, либо возможность продать акции на внутреннем рынке появится к концу года, а дивиденды можно выплачивать, нужно выплачивать с любого кредита уже сейчас. Поэтому как бы эта тема, я надеюсь, закрыта для всех новичков, которые здесь присутствуют. Возможно, и не для новичков. Теперь очень коротко о том. Задавалось очень много вопросов по существующему документу Минтранса о признании нас инновационными. И очень много вопросов в чате было относительно того, ну и что. Ну, красивая бумажка. Ну и признали. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на это глазами строителей, глазами мэров, глазами руководителей муниципалитетов, губернаторов и так далее. На сегодня технология, которую мы с вами расширяем планетарно для всего человечества, являлась чем-то вроде изобретения одного гениального человека, которого поддерживает какое-то количество людей. У нас на сегодняшний день таких изобретений гигантское количество на планете. И они так и остаются на уровне изобретения либо на уровне проекта, который внедряется в конкретном месте, небольшой группой людей, все довольны результатом и потом после этого разбежались. Что сделали мы? Что нам дал документ, который мы с вами сегодня видим? Официальное признание Минтрансам дало красный свет и нажата кнопка Стар в резиденциях всех мэров, всех губернаторов, всех руководителей проектов, которые заняты внедрением и расширением транспортных технологий Российской Федерации. А следом за Российской Федерацией фактически по всему миру. Почему? Мало того, что технология сейчас сертифицирована, ее она одобрена официально высшим руководством страны. Мы понимаем, что если Минтранс кого-то приглашает, то это после того, как это было одобрено, до того, как состоялось это заседание. То есть по факту нам с вами сказали, открыли путь и сказали, выдайте нам сертификацию продукта, пройдите все необходимые испытания и начинайте строить уже вчера. Вот что дал нам этот небольшой документ, где одной из строчек на сегодняшний день показано то, что мы признаны инновационным проектом в Минтрансе. Теперь я сейчас покажу вам новые инвестиционные пакеты, которые появляются. Сейчас идет такой вопрос. Скажите, пожалуйста, предоплата с карты, виза напрямую в Skyway возможно? Да, очень легко. И она идет. Откройте кабинет и покажите, где это в кабинете. Вы знаете, просто зайдите в кабинет. Я сейчас буду показывать презентацию и не планирую разделять рабочий стол для того, чтобы зайти в свой собственный личный кабинет. Но как только вы начинаете нажимать на любой пакет в инвестиционной программе, вот если вы нажмете куда-то на старт, на сеньор, на юбилейный, если вы в рассрочке, либо просто на обыкновенные инвестиционные пакеты, если вы не желаете с рассрочкой на сегодняшний день иметь какие-то дел. После того, как вы нажимаете на пакет, у вас получается надпись «Подробно». И внизу, вот если вы выбираете пакет, у вас сразу вниз, просто прокрутите колесико, прокрутите вниз рамку, на рамке вашего монитора, и у вас внизу выпадут абсолютно все платежные системы. Нажимаете галочку на нужную платежную систему и вперед всего лишь механистический процесс. Сейчас я хочу познакомить вас с новыми программами, которые, как нам обещали, IT-отделы, и они, конечно, гигантские труженики. Никаких выходных у нас не было, пока мы с вами отмечали 23 февраля, были на выходных и так далее. Новые пакеты. Я вам показываю здесь сейчас RSV и Capital как одной строкой. Объясню, почему. Мы говорили уже о том, что между Capital и RSV фактически не существует никаких различий. мы напрямую относимся к головной компании и напрямую инвестируем в Экотехнопарк. Разница между нами лишь в том, что RSV – это если у вас какие-то гигантские, необыкновенно крупные партнеры, и вы идете туда, если вы выстраиваете сеть, если вы нацелены на то, чтобы действительно от сети, от структуры, от того, что вы рассказываете всему человечеству об этой уникальной технологии, иметь достаточный бонус, который поддерживает вас, потому что это может быть и несколько тысяч долларов. На сегодня у нас очень много людей, кто получает в каждом месяце такие дивиденды. Так вот, в этот случай, в этом моменте вам в Capital. Вот и все различие между фондами. Еще раз скажу, что это единая система, которая напрямую подчиняется Анатолию Дуарчу Юницкому и напрямую инвестирует в Экотехнопарк. Какие пакеты у нас сейчас работают и что сейчас происходит в наших фондах? Что сейчас новое для вас? Значит, первое, что является очень благостным для тех, у кого очень крупные инвесторы, на самом деле все, кто начинает работать с Европой, сталкиваются с тем, что для Европы инвестировать это настолько естественно, что там речь о каких-то рассрочках, о 100 долларов, даже 1000 долларов, для них это непонятная сумма. Они инвестируют, особенно если это проект крупный, он действительно состоялся, а после Минтранса это уже не обсуждается, то есть уже готовы строить все, давайте завершим сертификацию через то, что мы полностью с вами запустим Экотехнопарк. И для Европы это показатель, что можно вложить сейчас не в рассрочку, а сейчас достаточно крупные суммы, купить максимально выгодные пакеты инвестиций и спокойно дожидаться, пока будет откроется либо внутренний рынок, либо когда после сертификации начнет строительство и акции, наши с вами акции, начнут участвовать в каждом адресном проекте. И Европа на самом деле привыкла инвестировать долгосрочно, то есть они инвестируют для детей, для внуков, для крануков, и они мало обычно занимаются тем, что тут же берут и перепродают акции, чуть только они там на две копейки выросли в цене. Так вот, для тех из вас, у кого есть крупные инвесторы, инвесторы, которые готовы вкладывать суммы от 5 до 50 тысяч долларов, в конце этого дня появятся новые дисконт-программы и выросли в капитал. Это разовые вложения, причем отличие от предыдущих программ заключается в том, что помимо вложения этих крупных сумм и получения акций, дисконтов, каждый из инвесторов получает в подарок именное дерево, и это дерево будет высажено либо самим инвестором, если он приедет на момент закладки сада, либо администрации экотехнопарка, и это элитные сорта деревьев. Стоимость их очень высока. Это не простое дерево за 20-200 долларов, это очень редкие, эксклюзивные, дорогостоящие сорта деревьев. И такие деревья предоставляются здесь, вот в этих трех пакетах. При дисконте от 10 до 50, на 10 и 50 тысяч, к этому еще помимо повышенного дисконта, потрясающего просто, прикладываются еще монеты, юбилейные монеты, которые, я уверена, тоже у нас сделаны ограниченным тиражом, и наступит момент, когда они будут котироваться и стоят на внутреннем и международном рынке достаточно высоко. Нумизматы, они поймут, о чем и речь. Следующее уникальное, уникальнейшее предложение, это возможность купить дерево в рассвочку, то, чего не было никогда. У нас с вами будет два знаковых события, это весной и осенью закладка сада. Закладка сада продолжается, вы видели, что у нас экотехнопарк, озеленение экотехнопарка на сегодняшний день составляет до 85%. То есть, все, что у нас, даже, наверное, 90%, потому что под всеми струнами, под всей нашей технологией, точно так же все засажено и везде озеленение. У нас единственное, что не входит в зону озеленения, это пруд и сама анкерная опора. Все остальное у нас находится под зоной озеленения. И вы представляете, какое огромное количество деревьев там будет посажено. На сегодняшний день стоимость посадки деревьев была достаточно высока. Она высока и сейчас, потому что действительно иметь именное дерево со своей табличкой на века и столетие ближайшие, это очень почетно. Раньше эти деревья можно было выкупить сразу. Сейчас вы можете это сделать в рассрочку. Ближайшая посадка деревьев будет в апреле. Вы помните, мы с вами назначали даты, они у нас все время были прыгающие. Самая первая дата апрельской конференции, апрельского выезда в Экотехнопарк планировалась на 23-24 апреля. Это был такой самый средний срок для посадки деревьев после консультации с отделом агрономов в Экотехнопарке головной компании в Минске, в КБ. Затем, для того, чтобы можно было показать также технологию, дата по просьбе КБ была перенесена на 30 апреля, но никто не посмотрел, что там оказывается 1 мая следом, это Пасха. Так как у нас очень много представителей с Европы, фактически почти 50% тех, кто приедет на конференцию, включая и саму Белоруссию, которая точно так же празднует эту Пасху, и люди стали метаться, что им делать, потому что они привыкли это отмечать дома, было принято решение, которое устроило опять всех, мы вновь вернулись к той дате, с которой начинали 23-24 апреля. Именные деревья, в чем будет отличие этой уникальной акции от предыдущих? Посадить дерево, приехать и посадить дерево, на самом деле там 4 тысячи саженцев почти сейчас придет, будут иметь возможность вообще все, кто только приедет на Котехнопарк, все, кто 23-24 числа приедет на конференцию, вы будете иметь возможность как бы заикарить свою энергию и помочь реально физически, а не только ментально, и инвестиции, это, конечно, прекрасно, вы сможете помочь Экотехнопарку. Для тех, кто выкупит свои личные деревья, у вас будут именные таблички, причем приедете вы или нет, за вас эти деревья по сайту, которые вы покупаете, и таблички повесят. Когда дерево будет расширяться, увеличиваться, затем эти таблички будут такие стационарные и как бы качественные, с очень такого хорошего металла, и все это будет на века. Каковы программы по деревьям фруктовым? У нас три программы по рассрочкам. Это дерево за 480 долларов, за 600 долларов и за 1000 долларов. Это фруктовые деревья, сюда не входят элитные сорта, потому что стоимость элитных сортов намного выше. Это вот в этих пакетах от 5000 до 50 тысяч долларов. А в чем тут выгодное предложение для вас? Вы можете купить свое дерево в рассрочку. Если вы начинаете платить рассрочку сейчас и к апрелю не успеваете полностью выкупить, потому что вот есть программа, рассчитанная на 6 месяцев, на 4 и на 2. Вот те, кто берет на 6 месяцев или 4, вы не успеваете. Все нормально, вы приезжаете, вы говорите, что да, вы завершаете рассрочку, вы заявляетесь о том, что вы будете на полигоне 23 апреля и под вас приготовят вашу именную табличку и будут просто счастливы от того, что вы приехали и сможете в этом всем участвовать. Сохраняются ли текущие пакеты рассрочки? Сохраняются и там все прекрасно. И к ним будет еще уникальное дополнение, просто потрясающее предложение для того, чтобы это помогло вашим новичкам. Об этом пока говорить не могу, это будет запущено, я очень надеюсь, к концу недели. Сейчас вот те пакеты, которые являются очень важными, потому что Экотехнопарк начинается уже буквально через два месяца, ну да, через два месяца мы с вами уже у нас будет выезд. Вот сегодня 24 числа, 24 число, 23-го, 24-го, 23-го Экотехнопарк, посадка деревьев, великолепные встречи, там будут потрясающие люди, с которыми просто так в обычной жизни не встретиться, для этого надо будет или получить пропуск, специальные как бы апартаменты, либо быть очень самому высокопоставленным чиновником, чтобы прийти и посмотреть, и поздороваться, вы будете иметь возможность встретиться с этими людьми там. И это будет потрясающе, грандиоз на самом деле. И 24-го числа будет уникальная конференция, это первая конференция всех лидеров и всех инвесторов РСВ и с Capital. Раньше не было конференции конкретно по РСВ и по Capital, сейчас они будут, и вы можете привезти туда всех новичков, вход на конференцию будет бесплатным совершенно. Плюс к тому, сейчас у нас готовятся ребята, дизайнеры работают над тем, чтобы создать прекрасные баннеры на автомобиле, чтобы сделать акцию, которая очень хорошо показала себя в том году, когда вы наклеиваете баннер, вы его просто берете в личном кабинете, распечатываете в любой тифографии, это стоит недорого, если хотите, вставляете туда свои телефонные и контактные данные, чтобы люди могли вас найти. И это красивая акция, вы можете и приехать, вот те, кто из вас на своих автомобилях приезжает в Минск 23-24-го, мы будем просто счастливы увидеть вас на автомобилях с баннерами Skyway. У нас еще будет несколько акций конкретно по баннерам, организуется со слов Сергея и Алексея у нас даже марафон с Дальнего Востока и куда-то Европы, мы с вами все будем участвовать в этом, следить и так далее. Сейчас возвращаемся к нашим уникальным пакетам. Итак, фруктовое дерево в рассрочку. Это интересно будет и вам, для тех, всем, кто сейчас уже инвестирует как дополнительная опция, и особенно это привлекательно для новичков. Дисконты потрясающие, сразу человек получает свое собственное именное дерево, а не просто инвестирует, поэтому для тех из вас, кто собирает команды, это огромнейшая поддержка для того, чтобы люди могли участвовать. Они покупают акции, и для них это может быть еще непонятно, но помимо акций они могут приехать посадить дерево, участвовать в грандиозном событии на полигоне весной, и быть частью этого дерева остается навсегда. И у нас новое предложение по пакету юбилейной. На самом деле этих пакетов покупают достаточно много. Это популярный пакет, мы сказали бы так, а на сегодняшний день пакет таким, каким он выставлен в компании капитал, он выглядит подобным образом, человек вносит тысячу долларов, получает за это по дисконту 1,2 300 тысяч акций, плюс именную монету, не именную, памятную монету. По новому предложению оно расширяется, расширяется настолько, что если человек, причем оно сейчас будет расширяться, я так полагаю, на тех, кто эту монету уже купил, человек покупает монету в этом месяце условно, затем он может в следующем месяце купить следующий пакет, если, это такая, знаете, как бы рассрочка, вот это, это все пакеты разные, но если человек делает 3 проплаты подряд, либо 3 месяца подряд покупает этот пакет, то на следующий раз он в пакете юбилейный приобретает точно так же монету, и у него уже дисконт 480, если он покупает еще один третий пакет, допустим, на 3 месяца, если он решил это все продлить, как бы рассрочку взять, ну тут не совсем рассрочка, это разовые покупки, но, допустим, это третья покупка, в этом случае у человека уже дисконт 570, то есть на выходе человек имеет 3 монеты и вот мы с вами смотрим сейчас миллион 350 тысяч акций. Вот подобным образом это сегодня работает, то есть приложение великолепное и прекрасное, поэтому для тех из вас, кто начинает сейчас привлекать новичков, эти пакеты разработаны так, чтобы вам было легче привлекать новичков и вашей команды, чтобы люди были, предоставить возможность людям участвовать в уникальном глобальном проекте. Возвращаясь к нашим пакетам, которые существуют на сегодня, делаем особый акцент на том, что эти пакеты остаются, рассрочка остается, вы видели многим из вас пришла смс, что те, кто вступил первоначально, у кого были роскошные дисконты по рассрочке, рассрочка сейчас продляется, новый человек не может купить сейчас этот дисконт, но те, кто вступил для них, благодарны за то, что не поддержали технологию, продлина рассрочка и на 10 месяцев подальше, оказалось, что многие уже выкупили за 3-4 месяца, люди выкупили 10-месячную рассрочку, понимая, что такого дисконта не будет никогда. По этим пакетам повторяется все то же самое, таким дисконтом больше не будет никогда. Все, кто вступил в рассрочку, эти дисконты будут продолжаться, и я думаю, что они будут продолжаться, то есть человек сможет их выкупить, проплатить один раз, и второй, третий. Во всяком случае, пока действуют 10 месяцев рассрочки существующие, это будет продолжаться еще за пределами. Почему? Это будет продолжаться до тех моментов, пока последний человек, купивший рассрочку, его 10 месяцев не закончится, потому что чек будет в апреле, от апреля 10 месяцев. По факту, вы все предупреждены, что в конце года открывается внутренняя биржа, и акции будут скупаться, и скупаться по цене выше того, что мы с вами потратили сейчас на покупку. Поэтому, чем больше акций в пакете будет у инвестора, тем интереснее для него затем участвовать во внутренней бирже, либо понимать, что когда начинаются адресные проекты, головная компания всеми акциями участвует во всех адресных проектах планеты Земля, чем больше акций у инвестора, тем больше доход, тем больше дивиденды получает инвестор. К этим пакетам у нас тоже разработаны программы, то есть как бы цена остается от та же пакета, внутренние очень красивые программы, которые помогают вам привлекать новичков. Они потрясающие. Причем вы как бы видели то, что сегодня является уникальным именно капитал. Вы видели, что у нас на первой линии добавлено 3%, и очень большое количество инвесторов уже сейчас вместо 15% получает 18%. Вы все это можете посмотреть в своем личном кабинете. Это когда у вас увеличивается количество продаж с первой, второй линии. Вот количество продаж в месяц 20 штук, причем сейчас при этом количество пакетов да еще их выкупает ускоренное за 2-3 месяца все эти 10 месяцев у многих количество продаж максимально вот эти 3%, которые добавляются в 15 равно общая сумма 18%, достигают за первые 4 дня каждого месяца. То есть 4 дня прошло, 20 продаж и инвестор весь оставшийся месяц получает повышенный дисконт на 17%, включая все нижние уровни, потому что вы знаете, что у нас все, что касается экспертов, мастеров, там до 20 уровня идут дивиденды. Сейчас прочитаю ваши вопросы, когда запускаются новые пакеты, с какого числа, пакеты вот эти, которые я вам показывала, IT-отдел сказали, что они сегодня уже будут видны в личных кабинетах, поэтому заглядывайте сегодня туда целый день или хотя бы к вечеру. Так, где можно купить рассрочку с дисконтом 1 к 600, 1 к 600, вот пожалуйста, у вас дисконт, если вы берете пакет от 50 тысяч, либо дисконт 600, это если у вас вы разово покупаете вот опять на третий месяц пакет в тысячу долларов. Пакет 1 к 600, он был у нас создан для инвесторов, когда важно было очень поддержать Экотехнопарк, такая как бы благодарность инвесторам. Это было у нас перед Новым годом. Вот все, кто тогда вступил в рассрочку с этим дисконтом, они сейчас ее продляют. Почему мы и говорим, что вы знаете, вы не спите, вы как-то участвуете в этом. Я встречала буквально несколько человек совершенно недавно и вживую и выходили по скайпу, после того, к этому разместила в прямом доступе и стали задавать вопросы. Вы знаете, там не хватает такой хочу, такой хочу. Я говорю, скажите, пожалуйста, чем вы заняты? Вот вы, как бы у вас денег не хватает на то, чтобы вы купили нужный вам пакет. А вы сколько в компании? Ну вот уже там почти больше, чем полгода. Замечательно. А есть ли у вас люди, кого вы привлекли еще, чтобы у вас хотя бы были бонусные деньги на счету? Нет, нету. Я говорю, чудесно. А стесняюсь спросить, о чем вы занимались полгода? Вы знаете, мне некогда работать с инвесторами, я нон-стоп семь дней в неделю у вас на вебинарах. Ну, комминцы. Я всегда говорю, извините, может быть грубо, но все равно вы знаете, может вы поднимите свою сексуальную попу, оторветесь хотя бы раз от вебинара и возьмете и отправите всем письма своим знакомым, созвоните с ними и по скайпу или возьмете для себя за правило в перерывах между вебинарами. Вам нужно на это 30 минут по одному человеку в день отзвонить, сказать, ребята, классная технология, я подписала вас под себя, вот ваша ссылка, зайдите, измените пароль и, пожалуйста, инвестируйте. У вас такая возможность предоставляется, ну, берем эту фразу раз в тысячу лет уже, слушать, как бы скучно, уникальная возможность, которая, вот, уже одублил Минтранс, уже куда дальше, если хотя бы это российские у нас инвесторы и мы это делаем на российском пространстве. Поэтому сейчас просить повышенные дисконты уже не те времена, не те времена. И я вновь сделаю оценку, когда мы сейчас в Санкт-Петербурге проводим через неделю конференции, опять появились новички, и спасибо им огромное. Новички обычно очень специальные люди, они, понятно, существуют разные новички. Вот есть новички, которые приходят и сразу вкладывают по 5000 долларов и потом живут спокойно, у них их пакет, они ждут, когда будут. И еще каждый месяц это делают. А есть новички другого плана, которые приходят, звонят по телефону, у нас телефоны все размещены, как организаторы, и говорят, вы знаете, замотивируйте меня. Я все говорю, вы знаете, поезд ушел. Мы уже движемся, вот мы остановились на 6 секунд около вас, вы можете к нам в СВ запрыгнуть, но уговаривать вас ехать с вами в СВ никто больше не будет. Вы можете оставаться на вашей станции в деревне Пупкино еще 300 лет. Поэтому и здесь также вас никто больше не будет мотивировать, никто больше не будет выкидывать супер дисконты для того, чтобы как-то заинтересовать, уже некогда заинтересовать, уже скоро внутренняя биржа вы или успеваете, или стоите на станции. Поэтому выберите для себя что-то одно. Эти пакеты могут появиться в РСВ головной без капитал. Все, что мы сейчас здесь показали, выставляется одновременно и в РСВ, и в капитал. Вот эти пакеты, которые вы смотрите здесь, сюда, они только в капитал. Еще расскажу почему, потому что у капитал начинается сессия по привлечению, то есть здесь вы строите сеть. РСВ не нужно, чтобы вы строили сеть, там немножко другое все направлено. Поэтому здесь этих пакетов, вот этих пакетов, конечно, в головной компании нет. Они есть у нас. У них пакеты рассрочки, если вы зайдете, сейчас даже не скажу на вскидку какие, потому что наша задача, чтобы инвесторы комфортно себя чувствовали в капитал, чтобы вы могли построить свою сеть, либо иметь достаточный доход, пока это еще существует, от того, что вы объясняете людям, что есть такая технология, предоставляете другим возможность быть процветающими. И вы должны понимать, что то, о чем говорил Сергей Сибиряков, то, о чем говорят, и в головной, то, о чем говорят, и в других фондах, это же не всегда так будет. Это же не всегда будет так, что вы приглашаете человека, а вам еще компания за это платит. И документ Минтранса был первым таким звонком для всех инвесторов. Технология признана официально. Это говорит о том, что сейчас мэры, пэры, губернаторы и все остальные ждут только следующего шага, начала строительства. Тогда скажут, ребята, вот она технология, мы и выкатили, начинаем строить, все. Тем более, будем учитывать, что во многих городах, региональных городах, уже как бы адресные проекты начинают считаться. То есть, они уже просчитываются, начинает готовиться начальная документация, поэтому в этот момент мы вообще все забываем про то, что кто-то какие-то будет иметь бонусные счета. Вкладывает дальше, пожалуйста, сколько угодно. И дисконт будет уже не один к шестиста, а за одну акцию шестиста долларов платить. Вот это будет скорее всего. Поэтому очень вам рекомендую, пожалуйста, если вы взяли в рассрочку, инвестируйте, если можете набрать максимальный пакет акций в свою собственную копилку, делайте это сейчас. Так, курс доллара заморожен на 75 рублей. Пока он как был 75 рублей, так и остался. Очень надеемся, что он будет снижаться, этот доллар и входить в нормальное русло, но выше 75, пока компания не берет. Так, только продление, а не новое. Продление, а не новое. На самом деле вы увидите, когда еще появится дополнение к нашим этим пакетам, что на каком-то моменте у вас будет получаться 600 акций в пакете. Это будет получаться, но это для тех, кто начинает сейчас участвовать, потому что потом пойдет по нарастающей. Если вы продляете, у вас в этих же пакетах будет увеличиваться количество акций, у вас дисконт будет увеличиваться при продлении рассрочки. Вот тут вы сможете поиграть. Рассрочка до 29 февраля нет, рассрочка не до 29 февраля. До 29 февраля вы можете купить на льготных условиях эти пакеты, рассрочка будет и потом, но количество акций будет ниже, стоимость пакета будет выше. Вот поэтому сейчас войти вот в эти пакеты, какие они есть, и участвовать в новых программах, которые уже разработаны, мы просто их не запускаем сразу, чтобы клемма не замыкала и люди понимали, что где акцент. Сейчас у нас с вами посадка деревьев. Хотите собственное дерево, вы можете взять его в рассрочку. В рассрочку на 6 месяцев или на 4, или на 2, или на 2, все зависит от суммы вложений. По этим пакетам это будет отдельная встреча и отдельное предложение. Для того, чтобы мы с вами как бы завершили на этом и закрепилась у вас в парике, скажите нет кредита, вообще это не должно даже рассматриваться, вы участвовали,